Земельные участки, инвестиционная карта НАУ, тарифы на электричество для субъектов торговли на селе и первое предложение от предпринимателей о государственно-частном партнерстве. Вот неполный список тем, которые успели обсудить на Координационном совете по предпринимательству. В этот раз он прошел в необычном формате. Открытый микрофон. К диалогу пригласили представители бизнес-сообщества. Символично, что мероприятие прошло в День российского предпринимательства. Его отмечают сегодня, 26 мая. Где можно ознакомиться с перечнем госимущества, которые предприниматели могут взять в аренду? Этот вопрос стал первым в рамках проведения открытого микрофона. Предложить сегодня такой большой перечень, что прям уже взять в аренду, думаю, что мы, наверное, сильно вас не порадуем. Но у нас второй вопрос отрабатывается. Бизнес-инкубатор. Это где мы сможем предоставить льготную аренду для начинающих предпринимателей. И ведется поиск других помещений. Ключевыми вопросами встречи стали земельные отношения. Зачастую у предпринимателей, которые хотят организовать свое дело, возникают проблемы не только с помещениями, но и с землей. Вот, допустим, у меня есть миллион рублей. Вот где я могу кафе построить, где я могу прачечную, где я там, ну, гараж, где там слесарную, что-нибудь такое, да? Вот есть такой план вообще? Этот вопрос власти региона уже взяли на контроль. Управление земельных и имущественных отношений провело инвентаризацию тех земельных участков, которые были даны в аренду, но никак не использовались. Сегодня изъято 11 таких участков и скоро они будут выставлены на торги. Они будут выставлены не ранее с сентября на торги. Они будут выставлены не в том виде, в котором они есть. Потому что, ну, сами понимаете, там история длинная и разрешенное использование, может быть, не вызовет интерес сейчас, да? То есть мы будем менять разрешенку, будем учитывать мнения предпринимателей, фонда и, соответственно, предложения архитекторов. Именно поэтому мы не хотим торопиться, хотим, чтобы к августу был уже готов проект планировки и архитектуры, чтобы мы со своими вот этими участками старыми, да, попали в проект планировки. Просто с тем разрешенным использованием, которое, по мнению архитектуры, нужнее. Но оно, безусловно, останется коммерческим. Может быть, один или два участка, ранее располагавшиеся, ну, никто не думал, что там будет дорога, они, могут быть, будут изъяты из этого списка. Возникли у предпринимателей и вопросы по поводу участков земли в центре города, на улице Смедовича. Разговор о коммерческой застройке территории шёл ещё несколько лет назад, но до сих пор остаётся открытым. По словам Михаила Кушнира, когда будет готов новый проект планировки города, а это случится к концу августа, станет понятно, в каких конкретных местах можно строить. Затем будет сделан проект межевания, и участки будут выставлены на торги. По словам специалистов, это случится не ранее первого квартала 2017 года. В рамках встречи прозвучало первое для региона предложение о государственно-частном партнёрстве. У меня предложение конкретное, что, может быть, дать поручение профильным департаментам и проработать вопрос возможности включения в план ГЧП именно проекта по восстановлению Памбашора. В качестве модульного, скажем так, варианта развития туризма на территории. То есть я, будучи руководителем туристической компании, естественно, не скрываю своих целей и задач. И наша цель и задача – это создать такие условия, при которых на Памбашор можно возить туристов, можно там зарабатывать деньги. Но в то же время хочется, чтобы это было сделано абсолютно легально, чтобы это приносило, так сказать, выгоду и самому населению территории, которая там живёт. С другой стороны, я также понимаю, что, в принципе, найти деньги, предположим, на восстановление бассейна, на восстановление избушки, поставить какие-то объекты – это полдела. Самое главное, мне кажется, это всё-таки, чтобы власти обеспечили постоянный контроль этой территории, которого сейчас нет абсолютно. То есть на словах у нас Памбашор является гордостью округа, там уникальная территория, по факту творится там бардак, и кто хочет, тот ездит, что хотят, то и творят. Представители профильных ведомств с инициатором согласились. Это предложение можно обсуждать, но в правовом русле с учётом природоохранного законодательства. Этот вопрос решено рассмотреть на следующем Координационном совете по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.